Всех привет, с вами Александр, продолжаю спорить паранойю. Немного я заблудился о складских помещениях, но тут оказалось намного проще. Через лестницу наверх, и вот он выход. По заданию проникник, противник блокировал главный вход в заводские помещения, незаметно проникните вовнутрь и отвлеките противника на себя, одновременно боится группы А ночным штурмом. Все понятно в принципе. Не буду использовать шлемы, очень он закрывает обзор. Еще есть желающие, нет? Да, приходит сообщение от нашей группировки, что они зачистили территорию гаражей, поэтому здесь чисто, я думаю. Отличная работа, майор. Мы ликвидировали всех боевиков, которые удерживались в подкие помещения. Сейчас наши ребята эвакуируют персонал ударников подальше от зоны боевых действий. Продвигаемся дальше. Хорошо, будем продвигаться. Но сначала я осмотрю здесь все. Моя вертушка заметила продвижение противника в районе железной дороги, поэтому... Так, кто у нас здесь и что? Ну, печенек. Отлично. Весь уход. Кольца и девять, извините. Разведка сообщает, что компактная группа боевиков в количестве 10-15 человек продвигается в буль промышленного комплекса по железнодорожным путям. Мы должны остановить их и избежать потерь среди гражданцев. Задача ясна? Продолжаем движение. Задача ясна. Противник двигаться будет в буль промышленного комплекса. Засечите заводские помещения, выйдите к ЖД-путям. Враг должен быть настигнут и ликвидирован. В принципе, есть ясная задача. Я думаю, мы с ней справимся. Где-то я слышу уже стрельбу. Моя группа двигается, нет? Да, группа продолжает продвижение. Так, давай. Что там у нас? Ничего не дают почитать. Не дают почитать. Моя группа почему-то не продвигается. Интересно. Дай пройти. Нет, группа все-таки продвигается. Дай не стоим. Да и все, отошел уже. Ой, слушайте, какой длинный и опасный коридор. Ставьте, какой длинный и опасный коридор. Нет. Печенька Печенек Так Смотрим Что здесь у нас Чисто Группа продолжает Движение Все, отошел Давай-давай Вперед Хорошо Хорошо Еще один Слушай, ну точно стреляет оружие Я снял его Все готовы? Цель уничтожена Цель уничтожена Ты уверен? Или вы научились стрелять? Нет Еще один готов Я снял его Я снял его Это не точно Я не понимаю Цель уничтожена Я снял его Отойди Скажем Противника Майор Утверждаю Цель уничтожна Погналом Что указать Три Отличие Кулаков Служина Территория Дверь! Уполнял! Всем занять позицию! Майор! Откройте эту дверь! Давай! Я прикрою! Вот мы и вышли к ЖД путям, как они говорили Потому что группа противника вышла к ЖД путям и мы их преследуем Данные свертушки Так и заступил Вдох 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 И что, мы вышли к своим, да, по всей видимости? Я вижу все в сборе. Теперь мы можем начинать. Мы уничтожили большую часть противника, а те, что остались, забаррикадировали в доме напротив. Ситуация осложняется тем, что враг успел захватить в заложники несколько рабочих. Штурм неизбежен, потому что переговоры бессмысленны. Совок молот и карась. Вы под прикрытием снайперов проникнете в здание и уничтожите противника. Кулак со своими бойцами. Вы возьмете оптику и обеспечите прикрытие из окон. Всем все ясно? Ну, тогда за дело. Майор, мы с тобой займемся прикрытием штурмовой группы. Раздобудь оптику и займись позицию окна в средней комнате. Действуй. Противник удерживает заложников в доме напротив. Чтобы неизбежен, возьмите айс вал с оптическим прицелом и прикройте группу штурмовиков. Отлично. Где мой айс вал? Как мне тебя не портало? Печенюшка не очень точная. Да, все на месте. Работаем, ребята. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Отличная работа, Павел. Неплохо. Неплохо. Кажется, я теряю сознание. Рабочие заложены. Хм, я слышу такой шум. Какой шум. Кого-то шкафу заперли. Я подслушал их разговоры. Знаете, что мне показалось странным? Они постоянно отчитывали за обстановку кому-то на английском. Я разобрал, как они говорили о третьем и седьмом шлюзах в лесу. Мне кажется, они направляются туда. Давай поболкаем позже. Майор, проверь подвал. Я тебя прикрою. Действуй. Надо бы прибор с ночным видением. Было бы беспалево вообще это с фонариком. Так, куда ты вышел? Ваша группа выдвигается к седьмому шлюзу. Вход в бункер, где я замечу противник. Доберите до шлюза. Найдите бойцов вашей группы и зачистите территорию. Отлично. Я не надеюсь, здесь не будет диких пусатов. Красавчик. Хотя, все возможно. Смотрите, здесь пока. Там была еще одна дорога. Вы нашли секретное место. А что в нем секретного? Главное мне выход потом отсюда найти. Нет, походу все, да. Здесь просто были аптечки. Такая пасхалочка от разработчиков. Ладно. Две аптечки неплохо. Нужно двигаться к башне. Еще одна труба. Я надеюсь, здесь хедкрабы не водятся. Майор, мы ждали тебя. Наконец-то ты вернулся. Теперь мы можем продолжать. Начали. Я уже думал начать полить воню. Неожиданно они здесь образовались. Это база. Самок. Заходите по фонгам двумя группами. Уничтожите любой ценой. Выполняйте. Попонял. Майор, проверьте подвал. Давай, я прикрою. Похожа на очередь в газа. Майор, на испасправе предпомещение. Хорошо, но у нас ведь были по телу газу. Если я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. Майор, спят. Прогрих. Нет, только сейчас я подобрал противогаз. Но походу мы его брали ведь раньше, я не знаю с чем это связано, куда он потерялся. Чтобы всё сработало так просто. Ладно, ладно, допустим. Субтитры сделал DimaTorzok Седьмой бункер, седьмой вход. Ну бункер это явно. Майор, осмотрите грудовик. Всем занять позицию. Майор, откройте эту дверь. Давай, я прикрою. Посмотри грузовик, я не могу сюда залезть. Так, ладно. В принципе все у нас есть из оружия, я не знаю что это может быть в грузовике нам полезного. Субтитры сделал DimaTorzok Что это здесь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Играет музыка Отойди Еще один готов Я снял его Еще один готов Так, неужели нам сюда? Или все-таки в шахт Играет музыка Я снял его Я снял его Играет музыка Играет музыка Играет музыка НКТ� Import Вдерей Вот так получилось Бронку мне все снесли конечно Но зато у меня аптечи куча 8 штук, ничего страшного Справимся и без брони Граната Отлично Наш боец уже здесь Судя по следам перестрелки, они были здесь совсем недавно Нам нужно как можно скорее остановить их Продолжаем движение Хорошо Погоди, да я смотрю все Или зря я сюда залез Да, по всей видимости здесь ничего нет Похоже, здесь все тихо Тихо, я что-то слышу Майор, закидывай гранатами Похоже, что противник ушел вперед по тоннелям А ворота заблокированы из лифтерны Доступ к которой только с той стороны Если верить плану, все тоннели связаны между собой Системой вентиляции Нам нужно использовать ее, чтобы попасть в лифтерну И открыть ворота Дай пройти Майор, попробуй пробраться туда А я тебя прикрою Отойди в сторону Ну давай, давай Отойди, я дошел Ты отойди На свал заканчиваются патроны у меня Крыса Так, сейчас будем скакать Как это было Офлай в первой Хрен попадешь Это кто такой был С зелеными, горящими глазами А здесь, так Ворота открыты Теперь можно продолжить Преследование диверсантов Боится с группой А с позвонным кулак Ждет вас Возвращайтесь назад Ну что, придется опять лезть туда Проварился наш майор Неизвестно куда так Подземные тоннели С 54 часа после падения Четыре часа прошло Потерял сознание Ударился головой Фонарик есть Есть Оружия нет Никакого И все И все А где мой вал Да, с прыжками здесь все плохо Там точно не может быть выхода Нет, он туда даже не заходит Наконец-то получилось Наконец-то получилось А где мне Наконец-то около Наконец-то получилось Не стараюсь Я не знаю, что я Требен Я не знаю, что я Преследовать Не знаю, что я Я же Требен Продолжение следует... ...появилась угроза расконсервации. Ученые не вышли на театр связи в обозначенное время, поэтому есть не основания полагать, что противник против лаборатории и помешал. Всем бойцам приказывают следовать на уровень К4, чтобы здесь группу ученых защитить его. Группа ученых направлялась в заброшенную лабораторию КРОТ-1 для предотвращения возможности биологического заражения. Ученые не вышли на связь. Возможно, противник помешал им продвигаться к лаборатории КРОТ-1, найти и защитить ученых. Осталось только выбраться отсюда. Интересно, интересно получается. Так, я уже почти в панике. Неужели нужно спуститься туда? Так, ну это вряд ли. Что здесь есть лестница? Вот еще вход, она, я вижу, понял. Все входит там. Однако, как хорошо все сделано, да? Такой бункер, атмосфера. Главное, дверь открыта. Идут выключить. Я внутри. Работает система аварийного освещения. Жутковатый аппетит. Да мне здесь уже жутко. Равная система. Так и есть. Наши ученые включили систему аварийного освещения. Работаем на рыбе. Я в большом углу. Здесь на классной стене расписано. По болоту к какому-то шлепаем. Звук-то, да? Да. Глубина. Даже не хочется проверять, что там. Какие-то помехи в радио эфире. Вы тоже это слышите? Я в лаборатории. Здесь все в крови. Я слышу шаги. Так, а куда я провалился-то? Что-то произошло с нашей группой, с нашими ребятами. Неужели там зомби? Или еще хуже? Вот и лаборатория КРОТ-1. Так, что здесь? Охрененно. 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 Сно. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Что здесь может происходить? Что это за звуки, а? Охрененно. Так, да. Да, здесь все плохо. Этот умер умер был если ты? Охрененно. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Патронов у меня немного. Что нам здесь нужно сделать? Все двери закрыты, лифт, лаборатория КРОП-1, походу надо подождать пока лифт приедет, для этого были сюда и зомби эти кинуты. Лифт, 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 питание. Лифт, лаборатория КРОП-1 показала, что группа ученых погибла от рук неизвестного противника при загадочных обстоятельствах, а следов террористов не обнаружено. Найдите грузовой лист и покиньте лабораторию. Да, после убийства всех неизвестных, что-то вообще непонятное, мерзость какая-то. Пять патронов. Все печально, все грустно. Все глубже и глубже. Мы спускаемся. Наконец, наши бойцы и оружие... Лайор, рад тебя видеть. Я думал, ты погиб в завалах на нижних уровнях. Мы потеряли троих наших ребят за последние два часа. Я слышал, поразил про эти старые лаборатории и группу ученых. Что за дерьмо там творится? Я думаю, тебе нужно обязательно поговорить с заведующей местной лабораторией. Она руководится всеми этими генетическими исследованиями. Срочно найди ее и выясни, что ей нужно. Кстати, нам удалось захватить одного из боевиков. Наши ребята уже допрашивают его. Заведующая местной лаборатории хочет поговорить с вами. Она руководит исследованием в области генной инженерии. Следуйте в лаборатории ГЭНКРОП-3 и поговорите с заведующей. Ребят, я ствол свой потерял. Отдайте, пожалуйста. Ладно, не важно. Так, хорошо, хоть здесь все жилы. Там вообще чертовщина творится. Стоит проверка документов. Жалюста, не убивайте меня. Я всего лишь наемник. Я буду сотрудничать. Наша группа атаковала ударник, чтобы отвлечь внимание в ваших основных сил и обеспечить наземные прикновения наших покрывателей в эти надземные бункеры. Мы готовили эту операцию почти два года. Наши покровители представители иностранной разведки, которые хотят выкрасть информацию о ваших секретных разработках. Они используют эту заварушку, чтобы оставаться незамеченными. Сейчас их группа разведки находится на вашей территории. Это все, что я знаю. Пожалуйста, не убивайте меня. Мы проверим твою информацию. И если ты нам врешь, то можешь пинять на себя. Я всего лишь наемник. Наемник. Хуже собаки. Лаборатория КРОТ-3 нам необходима. Что-то здесь творится нечистое. Последний раз нас выпускали на поверхность полгода назад. Хочу снова в отпуск. Вечно с ученым какие-то проблемы. Что-то они делают. Идет дезинфекция. Идет дезинфекция завершена. Что за голос? Возвращение, мое. Что здесь происходит? Я не знаю, не разговариваю. Ты заведующая. Заходите в поршу. Попьем пути. Хорошо сложные ребята, правда? Вы будете удивлены, но они все абсолютно одинаковые. Эти ребята без нас будущего. Вы что тут делаете, сволочи? В этих контейнерах очень холодно. Что здесь происходит, а? Исвидите вперед. Умерших объектов за последнюю неделю пять. Умерших объектов за последний месяц тридцать. Из них деформация внутренних органов двадцать два. Большинство планированных объектов, в особенности из групп. Погибла от сразу же печень. Сотрудник Клименко в качестве эксперимента добавлял органический раствор. Медицкий спирт уволен и отправлен до акта. Да, здесь... Здесь какое-то клонирование, что ли, делать, так я понимаю. Состояние внутренних органов буквально шокирует профессионал. Половина органов изуродована и подлежит разве что выбросу. Хирургическая ведерка. Но остальные органы, вроде сердца легких, настолько модифицированы, что смогли бы выносить нагрузки, сравнимые с лишь нагрузками на незащищенное тело. При выходе в открытый космос легкие увеличены в полтора раза. Толщина их стенок увеличена более чем на 30%. Это сердце вообще представляет на себе странный артефакт. И упористый материал распилить ножовкой столь же сложно, сколько и высохший материал сухожилий. Слушайте, тут клонируют, мутируют. И идеальных солдат, что ли, делают. Состояние клонированного объекта стабильное. В данный момент он находится на третьей стадии развития, после которой он будет окончательно готов для вживления чипа памяти в передние мозговые доли, с последующим переводом в отделение для обучения специфическим моторным функциям. Номер 58. Псидоним Ваня. В последние два дня наблюдается его крайне инстабильное состояние, очевидно вызванное тестированием гормонных препаратов на объект, выражается в неоправданных вспышках ненависти к наблюдателям, крайне неспокойным поведением и в двух попытках суицида. В данный момент рассматривается возможность ускоренного периода объекта в отделение для применения препаратов в процедур. Это позволит наладить связь с объектом, приобрести его к ознакомлению с окружающими его сотрудниками, и даст возможность более мягко перенести так называемый кризис второго периода, который у клонированных объектов часто выражается в попытках покончить с собой. Замечание, мы пытаемся обмануть природу, но она намстить. Но это всего лишь догадки. Да, чертовы ученые опять какой-то хренью занимаются, как обычно. О господи, вы меня напугали. Ты охренела что ли, а? Я слышала, что много людей погибло на ударнике. Это просто ужасно. Здравствуйте, товарищ майор. Меня зовут Полина. Вы, наверное, хотите знать, чем мы тут занимаемся? Я расскажу. Мы находимся на одном из самых засекреченных объектов России. Официально он называется Центр экстремальной медицины. Наше правительство всегда было заинтересовано в создании и подготовке бойцов с идеальными боевыми характеристиками. Так, в начале 80-х группа военных ученых начала работать над проектом КРОН. Эту группу возглавлял мой отец. Лаборатория КРОН-1 просуществовала всего несколько лет, и виной тому стал неудачный эксперимент. Лаборатория была заражена, и командование приняло решение о ее полной консервации вместе с персоналом. Но, несмотря на это, проект не был закалит, и работы по его развитию продолжились в новых лабораториях КРОН-2 и КРОН-3. Мы пошли другим путем и используем новейшие достижения генной инженерии. Все эти эксперименты с вирусами и мутациями в прошлом. Мне страшно подумать, какие ужасные мутации произошли за 20 лет с персоналом в законсервированной лаборатории. Вы были в старой лаборатории без защитного костюма, поэтому велика опасность попадания в ваши легкие ядовитого осадка. Чтобы выяснить, насколько чисты ваши легкие, мне нужно сделать рентгеновский снимок в вашей грудной клетке. Это очень важно. Вы загородили мне путь. Следуйте за мной. Ну, пошли. То есть мы были в старой лаборатории КРОН-1. БАТС и группа только что были атакованы неизвестным противником прямо от центрального входа в КРОН-3. Следуйте выход из лаборатории и поддержите товарища огнем. Погоди. Этот день, наверное, запомнится вам на всю жизнь. В таком случае я проведу ваше обследование позже. Вам нужно идти. Ну да, ну ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Планированные его стали. 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 Сигналы сходят с нижних уровней заброшенной лаборатории КРОТ-1. Проникните туда, найдите и устраните источник сигнала. Нет, я с бойцом пойду, поэтому лифт не едет. Ты слышал, майор? Мы должны вернуться в заброшенной лаборатории и найти источник сигнала. Давай снова используем этот лифт. Давай. Опять в КРОТ-1. Теперь я хоть с пулеметом, хоть и не очень точным. Грустоватые местечко. Судя по этим странным звукам мы здесь не одни. А я вообще здесь с пистолетом был. Пока. У меня не сорву. Еще один готов. Ну, я хочу. Я неسКЛО. БОх, нет. Граука. Играет музыка. БОх, нет. Граука. Так, опять я в этой лаборатории, но она говорила, что здесь можно заразиться без кафандра. Буду двигаться за нашим коллегой, если он подойдет, значит мы идем правильно, в принципе. Поэтому нам нужно проверить все помещения под лабораторией. Если верить плану, нам сюда. Я открою эту дверь. Ты не устанешь? Дай пройти. Я снял его. Я снял его. Давай стреляй. Еще один готов. Еще один готов. Что здесь происходит? Откуда грехи? Все. У меня закончился. Стреляй по нему. Стреляй по нему. Стреляй по нему. Красота. ... ... Спокойте, женщины. а наконец-то это прекратилось где там наш упоротый друг, давай что дальше? не время для болтовни черт, эти твари словно забесились уровень сигнала растет, мы почти у цели майор, откройте эту дверь, давай я прикрою еще одно жуткое место ты не останешься все уже легче дробовичок ёп что здесь происходит, а? эти двери заблокированы с другой стороны давай попробуем проникнуть туда через вентиляционные шахты следуй за мной от кого черт в пузере взялись эти уроды? у нас гвозь у нас гвозь здесь много дайди в сторону нет я снял его да ладно, соглашусь, хорошо, хоть на другос друге с мертвой Что дальше? Ну, граната у меня больше не осталась Поэтому я не знаю Если еще одно такое нападение, то будет плохо Арсенал, арсенал, пополнить Оружейная комната, отлично Бери столько патронов, сколько сможешь унести Я уже забрал все Я уже забрал все Хорошо Но тут особо некуда идти Он, по всей видимости, там останется Пусть все ее прикрывают Да, шустрый, шустрый Застрял в коридоре Что тут очередная веселая комната Ну, хорошо Прикрыла спину Но тут особо, я смотрю, некуда идти Я 먹어 Не вставай. Вон двери не может пройти 30 патронов для АКС отлично. Еще ниже, место жуткое. Вон двери не может пройти 30 патронов для АКС отлично. Вон двери не может пройти 30 патронов для АКС отлично. Вон двери не может пройти 30 патронов для АКС отлично. Вон двери не может пройти 30 патронов для АКС отлично. Вон двери не может пройти 30 патронов для АКС отлично. Вон двери не может пройти 30 патронов для АКС отлично. Вон двери не может пройти 30 патронов для АКС отлично. Вон двери не может пройти 30 патронов для АКС отлично. Вон двери не может пройти 30 патронов для АКС отлично. Вон двери не может пройти 30 патронов для АКС отлично. Вон двери не может пройти 30 патронов для АКС отлично. Продолжение следует... Не, давай на этом лифте будем выбираться отсюда. Да, я соглашусь с тобой. Где там наш боец идет, он нет. Опаснее наемников оказались неведомые твари. К4. Уровень. Похоже, это то, что нам нужно. Жми кнопку, майор. Внимание бойцам, находящимся на уровне А1. Мы только что обнаружили группу противника, которая сбор прорывается на поверхность. По нашим сведениям, это иностранная диверсионная группа, которая под прикрытием террористов заняла сбор секретной информации на территории исследовательского комплекса. Приказы вы остановите их любой ценой. Они не должны быть живыми. На уровне А4 оборудовательное оружие на присутствии иностранной диверсионной группы, которая под прикрытием террористов занималась сбором секретной информации на территории исследовательского комплекса. Ураг должен был настигнуть и ликвидировать. Так, я вот оружие свое зря, походу, все слил на это сердце. Я думал это конец. Оказалось, нет. Патронов вообще нет. Ураг. Продолжение следует... 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 Или я коса, или что-то сделано коса. Я коса, или что-то сделано коса. Да, по всей видимости, это все, это финал. Да, вот такая вот олдскульная модификация. В принципе, на мой взгляд, даже очень интересная. Пусть и старая, но я в нее не играл. Решил поиграть и заодно поделиться с вами. Что нам показывают? Все ниже и ниже. В принципе, мы были в этих лабораториях. Представляем. Все суть происходящего здесь. А, смотрите. Мы видим, как эту ученую закрыли там. Да, в принципе, туда и дорога. Паранойя. Неплохая, да. Неплохая модификация к оригинальной игре Half-Life первая часть. Которая вышла еще в далеком до 1998 году. Мне понравилось. Не знаю, как вам, но мне понравилось. А с вами был Александр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok